Четыре пианино, саксофоны, флейты, скрипки и кларнет – это лишь малая часть новых инструментов. В рамках национального проекта «Культура» и федерального проекта «Культурная среда» музыкальная школа имени Верстовского получила грант почти в 7 миллионов рублей. Деньги пошли на закупку нового музыкального оборудования. Хватило и на мебель для классов. Средства школе выделили, учитывая обширный список заслуг педагогов и учеников. В нашем зале мы сможем проводить более яркие концерты, так как звук, свет у нас теперь довольно на профессиональном уровне. Это было как не ретингование, а оценка материально-технической базы и плюс успехов учреждения. У нас в прошлом году было четыре стипендиата губернатора Московской области и в позапрошлом тоже четверо детей стали стипендиатами губернатора Московской области. Александр Тинк – выпускник этой музыкальной школы. Молодой человек поддерживает отношения со своими бывшими педагогами и с удовольствием приехал в Альма-Матер протестировать новые инструменты. В наше время, когда я еще учился в школе, ездил на конкурсы, такого инструмента, к сожалению, не было. Я думаю, что будущие ребята, которые будут участвовать на конкурсах, они будут рады подержать в руках настоящий уже мастеровой инструмент. Химчанка Нелли водит на музыкальные занятия троих детей. Женщина признается, они очень ждали новых современных и качественных инструментов. Для музыкальной школы это, конечно, огромное значение, потому что, в принципе, все, что они здесь делают, поют, играют, танцуют, это все только с музыкой. Огромная благодарность, что в государстве находится возможность уделить внимание детям, которые хотят тянуться к культуре, хотят развиваться в области музыки, театрального искусства и пополнять сцены наших больших театров. И педагоги, и родители, и сами ученики уверены, с новыми инструментами у них будет гораздо больше побед и свершений на музыкальном Олимпе. Юлия Куштейко, Николай Забродин, Служба новостей.